Друзья, вы помните, что недавно я купила новинки. Вот сейчас я занимаюсь тем, что я срезаю полностью грунт и пересаживаю в горшок на фитиле. Сразу, как я это делаю, я уже неоднократно показывала. Что хочу вам показать? Разница. Посмотрите, вот эти стаканчики срезаны, вот это вот, это вот. Это то, что вот мои новинки пришли, да? И вот этот вариант, это срезана была моя розетка. Вы можете видеть, какое количество рыхлителей у меня в грунте находится. То есть вот-вот. Раздербаню вам покажу, да? То есть у меня очень много рыхлителей, потому что на фитиле грунт не должен быть мокрым, он должен быть влажным. Если вы видите, что у вас сильно замокает, то есть вы должны подобрать к своим условиям, в которых вы выращиваете, то количество рыхлителей. Это может быть и перлит, или пенопластовые шарики, как, например, у моего продавца. Но подобрать тот вариант, который... Стаканчик срез. При котором у вас не будет замокания грунта. Еще нужно понимать, что на фитиле и на капиллярных матах, как, например, у моего продавца, не требуется такое количество рыхлителей. На фитиле же их нужно добавлять больше, чтобы не было замокания. Все-таки разница выращивания на капиллярных матах и на фитиле разная. И, на мой взгляд, здесь нужно гораздо больше добавлять рыхлителей, чтобы не было переувлажнения земного кома. Собственно говоря, какие корни нарастают, вы уже неоднократно видели. Вот могу вам показать пример. То есть жалоб нету, при том, что такое большое количество агроперлитов не добавлено. Всего хватает растению. Вот так.